Фасады зданий, особенно в центре города, это его лицо. Сделать его более презентабельным, очистив от уродующих баннеров и надписей, такую задачу поставили перед собой специалисты управления муниципального контроля городской администрации. В ходе рейдов только на проспекте Ленина выявили десятки нарушений. Всего по городу более 160. Здесь работа была начата в конце апреля, где-то в 20-х числах. Приурочили мы ее к двухмесячнику, который сейчас проходит в городе. Опробовали сплошные рейды по выявлению информационных материалов, несанкционированных либо несоответствующих требованиям правил благоустройства, граффити, входные группы и фасады зданий. Собственники и арендаторы помещения ответственны за внешний облик зданий. Потому по всем нарушениям специалисты обращаются к каждому в индивидуальном порядке. Так было и в данном случае. Путем вынесения требований, предписаний, в случае, когда не находили понимания, нарушения не устранялись, путем составления протоколов об административном правонарушении, с последующим наложением штрафа. Штраф составляет от 3 до 60 тысяч. На сегодняшний день у нас 79 административных дел по информационным материалам возбуждено. Общая сумма штрафов более 600 тысяч. Как видим, меры довольно действенны. Снимки из серии было и стало. Там, где стены пестрели надписями и граффити, теперь свежий слой штукатурки. Правда, выбор цвета не всегда удачен. Об этом с предпринимателями тоже стоит поговорить. В целом, результат есть. Улицы стали опрятнее, но работы еще много. Рейды по всему городу не только в центре продолжатся. Но задача максимум – приучить собственников самостоятельно следить за фасадами, не дожидаясь предписаний и штрафов. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.